Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Если что, побреем еще раз Затем Бесславная встреча в Лок-Муине Ты был там И снова вмешивался в дела сильных мира сего? Поскольку сильные мира сего заточили Трис Миригольд Вы должны знать, что этот человек мне близок А я привык помогать близким мне людям Ты так и сделал Теперь благодаря тебе в распоряжении Родовида Целый капитул чародеев Нильфгард не так давно начал войну Так что на твоем месте я бы не стал читать мораль Ваша милость, сидите спокойно Я уже заканчиваю Мне трудно от этого удержаться Ведь из того, что я знаю Вскоре после этого Ты смотрел, как испорченный мегаскоп Разрывает твою знакомую шалу Да танцервиль на куски Смотрел это верно И помог бежать Из ловушки, которую ей приготовил ваш человек Лето из гулеты, запиши В бумагах все должно быть точно Хм, ну что же В интересах к государству Иногда приходится заключать непростые союзы Даже с ведьмаками Вы еще не расторгнули этот союз? Что с лето? Хм, я надеялся, ты ответишь мне на этот вопрос Ах, вот как Значит, лето от вас скрывается Наверняка не без причины Интересы государства изменились, так? Я не знаю, где он А если б знал, то не сказал бы Даже с бритвой на горле Это, кажется, все Еще подпись, подтверждающая Что ты говорил правду и только правду Ложь карается заключением Либо смертной казнью и так далее И так далее Здесь И еще вот здесь Если все процедуры выполнены Прошу ваше превосходительство покинуть комнату Мы будем подбирать для его милости Геральта костюм Это важное дело Но мы сумеем обойтись без помощи господина генерала Жаль Я бы мог что-нибудь посоветовать Прощай, Геральт И удачной аудиенции Что-то у меня скорее такое ощущение Будто меня готовят к свадьбе В таком случае я предложил бы Вашей милости сюртук, фрак Или, возможно, смокинг Сейчас же, внимание, Вашей милости Осмелюсь представить вот эти одежды Черный, черный И черный Мы в Нильфгарде не любим кричащих цветов Ваша милость Дайте знать, когда вы выберете одежду Продолжение следует... Продолжение следует... Черный, к лицу, Ваша милость Ваша милость, вы довольны костюмом? Я был бы доволен стеганым дублетом и мечом за спиной Но что делать с волками жить? Простите? Поговорка такая Что теперь? Будете меня пудрить? Нет нужды У Вашей милости достаточно ясное лицо Но прежде чем вы предстанете Перед Владыкой Юга и Севера Я должен убедиться, что Ваша милость знает, как следует кланяться Ну давай, убедимся Прошу взглянуть Стопа вытянута Ладонь выпрямлена Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди Пусть Ваша милость повторит Ты, наверное, шутишь? Ничуть Я абсолютно серьезен Знает ли Ваша милость, что грозит за нарушение этикетов в присутствии Императора? Двести палок Я не желаю этого для Вашей милости Поэтому не выпущу вас отсюда до тех пор Пока не буду уверен, что вы умеете себя вести Ваша милость, здесь не время и не место для глупостей Ваша милость, смотрите внимательней Стопа вытянута Ладонь выпрямлена Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди Пусть Ваша милость повторит Плохо, плохо, плохо Еще раз Стопа вытянута Ладонь выпрямлена Голова склоняется, пока подбородок не коснется груди Пусть Ваша милость повторит Что ж, движением не достает плавности и грации Но от Нордлинга обычно ожидают меньшего Прошу за мной Императору Ваша милость будет обращаться только по его явному соизволению Соответственно его именуя Ваше архивеликолепие Вижу Ваша милость в настроении шутить Моюсь, император может этого настроения не разделить Достаточно, Ваше Величество Сказанное громко, выразительно и с почтением Ведьма Ведьма Он же ведьма Нордлингов Невероятно Жаль, но у меня нет времени turtle ЛесEC ЛесEC Поклон! Император! Я думал, ты ни перед кем не склоняешь головы. Я не хотел, чтобы у Камергера были неприятности. Он славный мужик. Полагаю, ты вызвал меня не за тем, чтобы вспоминать старые добрые времена, а значит... Молчи. Моя дочь Цирилла вернулась, и она в опасности. За ней гонится дикая охота. Найди ее и приведи ко мне. Ты уверен? Цири уехала очень далеко. Думаешь, я бы стал вызывать тебя сюда посреди войны, если бы это были досужие сплетни? Я думаю, что даже Император может ошибаться. Я и забыл, насколько ты бестактен. У меня нет ни времени, ни особого желания тебя убеждать. Это сделает Йеннифер после аудиенции. Сколько людей в твоем войске? Двадцать тысяч тридцать? Почему я? Ты сам знаешь, потому что она тебе верит. Да, верит. Так скажи, зачем тебе ее искать? Дело же не в том, чтобы наверстать упущенные годы. Дело в интересах государства, как всегда. Хватит слов. Ты все равно согласишься. Хотя бы потому, что я тебе заплачу. Больше, чем ты обычно берешь за заказ. Значительно больше. Оставь свою щедрость для тех, у кого войска сожгли дом. Я сделаю это ради Цири, а не ради твоего золота. Мотивы меня не интересуют. Только результаты. Остальное тебе скажет Йеннифер. Аудиенция окончена. Мерит. Проводи его к чародейке. Ваши милости, не можете пройти до мной. Прошу держаться в рамках приличий. Во дворце много почетных. Ваши милости позже предоставится время. Ромные царدة на территории Ури Gentlemen. Короче, за руководителей, 무료 пesses летом! Получаешь сейчас! Так... Ромные цар喧. А принимать все читатели, которые произвели переводовritы, который нужно изучать производ 72-х годов. Так... Ты чего предлагаешь собой? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Срочное приглашение И предложение, от которого нельзя отказаться Ну хватит об этом, может сменим тему? Я уже говорил с императором Угу, и зачем он тебя вызывал? То есть даже ты не знаешь? Нет, но догадываюсь, что речь идет об обычном ведьмачьем заказе Ага, на бабайку Бывай До скорого Разве ваша милость не торопится к чародейке? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Угу 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 это как предложение. И, может быть, даже воспользовалась бы им. Но нас ждут другие дела. Теперь ты понимаешь, почему я при дворе Имгыра? Да. И похоже на то, что мы теперь в одной лодке. Цель и правда вернулась. Это не ошибка? Ну, судя по сообщениям наших агентов, получается как-то так. Маленькая ведьмачка выросла в приличную девицу. Чтоб меня. Она и вправду выросла. Прошло немало лет с тех пор, как ты учил ее в Каэр Морхене. Многое изменилось. А вот ты ничуть. Как мне не хватало этих твоих неловких комплиментов. Но сейчас давай сосредоточимся на Цири. Имгыр говорил, что ее преследует дикая охота. Мне было бы тяжело в это поверить, если бы не вчерашняя. Как они нас учуяли? Из-за меня. Понимаешь, я ищу Цири уже много месяцев. Заклинания локализации, иеромантия, и геомантия, и тому подобное. Я знала, что дикая охота может это почувствовать. Найти меня. Но думала, что сумею их обмануть. Что ж, не получилось. С некоторых пор я чувствовала, что они идут за мной по пятам, охотятся на меня. Если бы не ты и солдаты Имгыра, они бы добились своего. Не знаю, чем закончится следующая такая встреча. Придется закончить с чарами и вернуться к более традиционным методам. Попросить о помощи лучшего следопыта, которого я знаю. Ты должен ее найти, Геральт, прежде чем это сделает дикая охота. Чего дикая охота может хотеть от цели? Понятия не имею, Геральт. Я бы отправила им письмо с этим вопросом, но не знаю, куда писать. Мне известно не больше, чем тебе. Наверное, это имеет отношение к ее крови, к ее дару. А зачем он дикая охоте? Об этом я и думать не хочу. Так где именно видели цели? В двух местах. В Велине и в Новиграде. След в Велине, пожалуй, самый интересный. Начни оттуда. В Корчме на Распутие спроси про купца Гендрика. Хозяин тебя с ним свяжет. И все? Никакого пароля, никаких тайных знаков? Никаких тайных знаков. Мне очень жаль разрушать твои мальчишеские представления о работе разведки. Из Новиграда у нас есть только непроверенная информация, сплетни. Но там тебе может помочь наша общая знакомая. Некая Трис Миригольд. У нее, говорят, уютная квартирка в доме у главного рынка. Наверняка она будет рада меня видеть. А ты что собираешься делать? Я сейчас же отправляюсь на Скеллиги. Там произошел выброс магической энергии, который уничтожил пол леса. И кажется, это как-то связано с Цири. Я буду в Каэр Трольда. Присоединяйся ко мне, когда что-нибудь узнаешь. Прежде чем мы расстанемся, почему ты не появилась раньше? Я был тебе не нужен? Нет. Это я была тебе не нужна. Я слышала, вы из Трис замечательная пара. Йен, я потерял память. Правда? Отличная отговорка. Давай не будем на эту тему. Если я еще раз услышу, все не так, как тебе кажется, или теперь я понял, как тебя люблю, я за себя не ручаюсь. Ну вот, мы снова разъезжаемся. Жаль. Но я понимаю, время не ждет. Это правда. Может, мне сразу телепортировать тебя в Велен? Ну уж нет, я поеду верхом. Только сначала переоденусь. Дело твое. Кстати, тебе правда идет черный бархат. Ты думаешь? Может, обошью себе им доспехи. Удачи, Йен. И тебе. Послушай, если ты вдруг захочешь узнать, что случилось в мире, пока ты шатался с Весемиром по бездорожью, поговори с послом Воратра. Это вон тот тип. И Геральт, я знаю, что кругом война, все такое, но не пытайся стать героем, хорошо? Просто проверь эти следы и приезжай ко мне. Живым и здоровым. Я буду тебя ждать. Я буду тебя ждать. Шрам отлично зажил. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Своего союзника! Добро пожаловать в Казахстан! 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 А Новиград может дать и то, и другое. Поэтому атмосфера в городе несколько нервная. То есть? Как люди справляются со страхом, они ищут утешения и козлов отпущения. Церковь Вечного Огня прекрасно это понимает. Поэтому она обещает верующим лучшую жизнь и выискивает виновных. Кто развязал войну? Кто на ней зарабатывает? Известно кто. Чародеи, эльфы, краснолюды. Словом, выродки. Я на должности в Новиграде уже 13 лет. Сперва как консул, потом посол. Я многое видел. Жестокость, цинизм, алчность. Но даже меня бросает в дрожь от того, что сейчас там творится. А что нового на Скеллиге? Ничего. Островитяне же так этим гордятся, правда? Делают все согласно традиции. Как деды и прадеды. А потому, как деды и прадеды, они грызутся друг с другом, крадут. Иногда нападают на наши транспорты. Это утомительно. Но не более того. Скеллиге всегда был на обочине истории. Там и останется. Ты так уверен? А если король Бран сумеет примирить ярлов? И поведет их против вашего флота? Король Бран немощный старец. Из того, что я слышал, он даже не помнит имен своих вассалов. Так что вряд ли что-то получится с объединением. Спасибо за помощь. Не за что. Пусть Великое Солнце освещает твой путь. Чем могу услужить вашей милости? Отдай мои вещи. Цитрус и гвоздика. Благодаря этому аромату, платье вашей милости дольше сохранит свежесть. Угу. Покорнейше благодарю. Император не славится терпением. Он хочет видеть свою дочь живой и здоровой как можно скорее. Да, он, кажется, что-то об этом говорил. Прощай. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...